Всем привет, вы на канале CryptoCommons и сегодня мы обсудим скрытый бычий дивер, который мы видим на графике биткоина. Вчера, как я его заметил, сразу же сделал пост в твиттере и в телеграме. Вот почему так важно, чтобы вы были подписаны на наш твиттер и телеграм, обязательно, под ссылками в записании. Короче, вот он, скрытый бычий дивер. И тут же, тут же обрушилась волна хейта от людей, которые не знают, походу, как выглядит скрытый бычий дивер. Начали писать, алло, это медвежий дивер и так далее. Короче, для всех, кто не понимает, показываю. Вот есть обычная дивергенция, когда цена растет, а RSI падает. И вот есть скрытая дивергенция, когда тоже цена растет и RSI падает. Только в обычной дивергенции растут пики у цены и падают пики у RSI, а у скрытой растут минимумы и падают тоже минимумы. Вот еще один пример есть из Bybit Academy, как выглядят медвежьи и бычьи дивергенции. Регулярные выглядят вот так вот, медвежья, когда пики у RSI падают, а пики в цене растут. И бычья, когда минимумы в цене падают, а в RSI растут. Это обычная. А вот скрытая дивергенция, когда наоборот пики у RSI растут, а в цене падают, это медвежья. И как в нашем случае, когда пики в цене растут, а в RSI падают, это скрытая бычья. Лично я считаю, что скрытая бычья гораздо более мощная. Почему? Давайте разбираться. Смотрите, что нам показывает RSI. Это индекс относительной силы. Он показывает то, что в моменте, даже когда цена упала вроде бы всего ничего, то осциллятор при этом уже упал в зону глубокой перепроданности. Правда, сейчас мы видим, что нет моментальной отработки. Я хочу сразу сказать, это индикатор не на 5-минутное обогащение. Это больше индикатор среднесрочного продолжения макротренда. Значит, что должно произойти, чтобы отменилась эта дивергенция? Ну, конечно же, если цена провалится ниже, чем вот этот вот минимум, и здесь мы провалимся ниже по RSI, тогда, да, эта дивергенция отменяется. Но, в принципе, для подтверждения могу вам показать, что даже на дневке она есть. Смотрите, на дневке также есть этот скрытый бычий дивер. Я вообще не фанат таких вещей, но здесь прекрасная отработка может случиться. Смотрите, так же, как здесь. У нас был обычный бычий дивер вот здесь. Обычная бычая дивергенция была, когда пики у RSI поднимались, а в цене падали. Это что значило? Что цена уже в момент здесь не такая перепроданная по осциллятору, как по графику, да? И здесь это тоже значит обратное, понимаете, да? Это значит, что цена в моменте более перепроданная, чем была вот здесь, вот в этом моменте, чем была вот здесь. Так что это хорошо. Но очень правильно написал человечек в комментариях, что не всегда это отрабатывает. Смотрите, допустим, здесь у нас тоже был такой. И надо понимать, что этот сигнал не на моментальную отработку. Вот, здесь был тоже скрытый бычий дивер, да? Но при этом, что мы видим? Цена грохнулась. И только после того, как она грохнулась ниже, и RSI шел в глубокую перепроданность на дневке, вот тогда мы увидели хороший разворот тренда. Так что тут, конечно, надо еще подумать. С другой стороны, вот, посмотрите. Тоже был скрытый бычий дивер, вот здесь. Вот, видите? Скрытый бычий дивер отработал. Опять же, RSI не опускался в глубокую перепроданность, и мы видим, что отработка была идеальная. Так же, как, в принципе, и здесь мы можем с вами продлить. Это тоже было скрытым бычим дивером, и отработка также была идеальная. Поэтому тут, конечно, решать вам. Я просто вам это показал, а вы думаете сами, что с этим делать. Теперь второй момент, о котором все говорят. Это Golden Cross. Вот, у нас с вами надвигается Golden Cross. Вот он прямо здесь и сейчас, можно сказать, происходит. Конечно, чтобы он не произошел, что должно быть? Должно быть резкое падение, такое, чтобы желтая 50-дневная машка упала. Но это практически нереально уже, поэтому Golden Cross, скорее всего, произойдет. И что обычно происходит? Смотрите, мы видим дамп в Golden Cross. Это абсолютно нормально. Так же, как мы обычно видим памп в Death Cross, и потом падаем дальше. То есть, можно предположить, что мы сейчас дампанем чуть-чуть, и потом отлетим дальше наверх. Но исторически, хочу вам, конечно, напомнить, что Golden Cross – это очень позитивная история, как вот здесь. И мы потом видим очень большой заброс наверх. Но чаще всего мы идем наверх после второго Golden Cross. Смотрите, ведь у нас вот был Golden Cross. После этого, что мы увидели? Цена в него дампанулась, чуть-чуть поднялась и упала очень-очень сильно. Это был, правда, коронадамп. Мы увидели Death Cross, он был ложный. И после этого мы увидели второй Golden Cross уже с подтверждением. И опять же, как правильно заметил подписчик в чате, правильный Golden Cross – это когда зеленая 200-дневная омашка смотрит не вниз, а прямо или чуть-чуть наверх. Обратите внимание, здесь она еще смотрела вниз, когда мы пересекались, а здесь она смотрела уже прямо и чуть-чуть наверх. Соответственно, конечно, самый мощный сигнал – это будет, наверное, второй Golden Cross, если первый сейчас зафейлится. И, в принципе, исторически, вы можете посмотреть, много раз такое было. Но вот здесь тоже такая была суета, видите, первый Golden Cross, все встали в лонг, всех побрили, и второй Golden Cross уже дает мощный сигнал. То есть, в итоге, может быть, какая-то вот такая картина с ложным пересечением сейчас и потом уже последующим отскоком наверх. Поэтому, слушайте, нужно быть, конечно же, очень осторожными, бдительными здесь и на всю котлету не залетать в большом плече. Этого никогда делать не нужно. Но, в целом, да, мы видим уже очень хорошие бычьи знаки. Опять же, у нас загорелся Hash Ribbons, сигнал на покупку, не так давно, да, вот в этой зоне. Но такая же с ним ситуация, ребята. Он может загораться сначала ложным образом, как было вот здесь. Потом мы можем видеть небольшую коррекцию. И потом уже он будет загораться должным образом, да. То есть, он может еще один-два раза загореться, и после этого только мы увидим хорошее бычье ралли. Ну и по индикатору Realized HODL Ratio мы видим, что мы еще даже не близко к пику. Мы видим всегда, что у нас Realized HODL очень резкой шпиркой заканчивается каждый бычий цикл. Мы пока здесь ее не видим. Видим, что мы поднимаемся стабильно. Где-то на середине пути, вот как были здесь. Поэтому, ребята, нифига это не похоже еще на пик бычьего рынка, о чем нам говорят многие-многие-многие индикаторы и здравый смысл. Но это не отменяет тряски, о которой мы говорили с вами. Волатильность X10 никто не отменял. Уровень сопротивления у нас важный, который был пробит, это примерно уровень 40 тысяч. Вот он. Мы все еще можем вернуться на его ретест легко. Уровень поддержки у нас ультимативный, это примерно 30 тысяч. Вернувшись на ретест, мы можем легко кольнуть и вот в эту зону, в этот коридор. И, конечно, фиговый расклад будет, если мы уже опустимся ниже к этой границе, 30 тысячам, и там начнем тереться. Это будет уже, да, похоже на медвежий рынок, на нисходящий некий треугольник, скажем так, да, с выходом уже куда-то сильно вниз. Ниже 20 тысяч, как многие сейчас ждут. Ну, реально, многие, кстати, ждут. Многие медведи в чатах, в комментариях я вижу. Поэтому я этот сценарий вижу как крайне маловероятный, и мой лично сценарий, ну, опять же, дисклеймер, не финансовый совет, что мы сейчас всех сквизанем, что называется, может быть, даже не так сильно, и улетим так, что просто мама не горюй, потому что никто к этому не готов на самом деле. Никто не ждет этого. Все сейчас будут ждать коррекции, и задача манипуля, чтобы все надели шорты и выстрелить в лонг. Вот и все. Поэтому не финансовый совет, дисклеймер. Твоя голова на плечах, я надеюсь, что имеется. Не знаю, на дневке по маркет-сайферу у нас здесь было 4 зеленые точки подряд, и money flow индекс в зеленой зоне. Вот мы видим сейчас коррекцию в форме горбика. Здесь надо по этим горбикам смотреть. Если будут вот такие горбики, то это to the moon, ребята, to the moon. Вот такой вот мой анализ биткоина. Ну, знаете что, судя по трону и по космосу, он имеет место быть. Посмотрите, трон как хорошо держится. Трон прекрасно идет наверх. Трон BTC я обозначил долгосрочные цели. Да, к биткоину это 300 сатоши, 470 сатоши будем считать, и уже там район 700-800 сатоши. Ну, плавная разгрузка. Вот, поэтому что? Atom тоже. Atom тоже, посмотрите, как вперед вообще. Выпиливает all-time high себе новый. Atom к биткоину тоже. Очень-очень плотные свечи. Всем респект, кто сидит в Atom. Solana после моего теханализа уже пошла вниз, поэтому сочувствую тем, кто взял в long по 200 с чем-то ее. Solana уже 151. Ну, на самом деле, там ей место. У меня не отработали ведра на шорт, потому что я их поставил выше консервативно. Я их ставил куда-то вот сюда, даже еще выше. Ну, может еще отработают, на самом деле. Ничего не скажешь по Solana. Может быть, реально она немного скорректируется. Блин, ну, конечно, она уже пробила EMA Ribbon. На четырех часах. Во, на четырех часах она пробила, и, скорее всего, будет отскок до сетки. И потом последующая коррекция. Ну, не говорите потом, что я вас не предупреждал про Solana. А вот что касается Dash, Litecoin, Zcash и всего остального добра. Ребята, таких подарков на Weekly. Смотрите, на четырех часах выглядит очень похоже. Но если вы посмотрите на Daily или на Weekly, ребята, таких подарков подолгу на дороге не валяется. Поэтому, смотрите сами, тут, конечно, непонятный Choppy Price Action. Сейчас вот у нас то зеленые, то красные точки на Cypher. Но, тем не менее, коррекция. Вот она уперлась в сетку. И, как мы видим, она даже пробивала недельную сетку ниже, но потом отскакивает обратно. То есть сетка, напоминаю вам, что с января 2021 года сетка официально в бычью сторону развернулась. Даже с декабря. С этого нового года сетка EMA Ribbon по Dash показывает на Long. Недельная сетка. А это очень мощный индикатор, потому что она разворачивается, как правило, раз в два года. Последний раз она развернулась в Short. Вот здесь вот. Это было начало 2018 года. Весна 2018 года. И после этого мы падали около трех лет. Так что сейчас она развернулась в Long. И, ребята, все решения принимайте дальше сами. Ну, а с вами был Grinio. Это канал Crypto Commons. Спасибо, что смотрите. Подписывайтесь. Ставьте лайки, стопы и тейки. Лонгуйте аккуратно. И всем профитролей.